Елена, как много торговых точек сейчас находится в вашем видении и в каких регионах они работают? В моем видении 17 суперсторов, вообще у нас мультиформатная сеть, это дискаунтеры хорошие, фреш-маркет и Командор, и вот суперсторы аллея. В моем видении это суперсторы, они находятся в Иркутской области, в Иркутске, в Ангарске, в Красноярске, в Красноярске край, в Хакасии, ну то есть большая площадь покрытия. Вы не так давно проводили редизайн вашего, скажем так, большого формата, давайте его так называть, а вот какие итоги этого проекта вы могли бы обозначить сейчас? Ну, итогов несколько, мы открывали в новом редизайне совершенно новый магазин, он у нас вот работает чуть больше года, уже вышел на плановую мощность, при этом если сравнивать с предыдущими результатами, то обычно магазины выходили примерно на второй год только на плановую мощность, этот вышел намного раньше, если брать редизайн старого магазина, то результаты тоже нас очень радуют, это мы закончили редизайн в январе этого года, и уже в апреле и в мае мы получаем уже прирост like for light более 10 процентов, ну то есть после проведения всех реноваций. А за счет чего он так быстро окупился, то есть вы изучали как-то вот чем отличается от стройка с нуля, и например вот редизайн старого, то есть за счет чего произошла такая вот быстрая окупаемость? Факторов, факторов очень много, это совокупность факторов, это и дизайн самого магазина, он стал современным, понятным, более ближе покупателю, над этим работала очень известная и в торговом дизайне, ну, понятная компания, соответственно, это и освещение продукта, это и новые концепты в различных отделах, таких как овощи, фрукты, собственное производство, это услуги, которые мы стали оказывать дополнительные покупателям, то есть это целый большой комплекс работ, это и новая работа с персоналом, тоже глобальный пласт, другие услуги оказывать населению. То есть нас в старом формате это тяжелее вот именно переломить и сделать по-новому, чем отстроить заново с нуля, правильно понимаю? Где-то да, да, в каких-то моментах действительно сложнее, в новых условиях это гораздо проще, потому что есть оборудование специализированное, там где удобно покупателю, удобно продавцу работать, есть какие-то вещи, которые мы внедряем и в старом формате параллельно, потому что это услуга востребована нашим потребителям, есть по-разному, но вот новый редизайн показывает себя пока очень с хорошей точки зрения. То есть закат гипермаркетов, который предрекает нам эксперт уже не первый год, он пока еще его рано ждать, получается новые форматы срабатывают еще? Ну да, да, то, что я видела в Европе, по крайней мере, формат гипермаркет и формат суперстор живет, он, конечно, трансформировался в новые услуги, это место встреч потребителей, это место общения больше становится, это больше фреша, это не классический гипермаркет, конечно, тот, что был 10 лет назад, но пока гипермаркеты будут жить, на мой взгляд, на ближайшие года три. Но вы же сказали, что у вас большая такая площадь ответственности, кто ваш основной конкурент сейчас в регионе? В Красноярске это и федеральные сети, лента, магнит, пятерочка, если касается фреш-маркетов, допустим, есть местные сети, это Красный Яр, Батон, дискаунтеры, в Иркутской области это местный игрок, сладо, есть федеральные метро в Иркутской области, окей, точно так же, лента. Как вы от них отстараетесь, как вы себя дифференцируете для покупателей? Мы, в первую очередь, местные, мы с местным продуктом, мы этим ближе к нашему покупателю, мы его лучше знаем, поэтому нам с этой точки зрения, наверное, проще понимать нашего покупателя. Ну, в целом, вот если так взять, допустим, по пунктам, вот как вы работаете над тем, чтобы сохранить лояльность покупателей, то есть местный продукт, это понятно, что еще вы делаете для того, чтобы пришли к вам, а, скажем, там, не в... Это услуги. Не в магнит, там, куда-то еще. Ну, да, это... Местный продукт очень важен, это и в молоке, и в овощах, и где-то во фруктах, и в мясе, потому что потребитель готов доверять местному продукту, но, опять же, это и услуга, это дополнительные услуги, та же упаковка на кассе, это приветствие покупателя, это рассказ о товаре у производителя, это очень важно на сегодняшний день, в заботе о семье, там, для потребителя это очень важные моменты. Это реновации, наверное, какие-то, это кассы самообслуживания. Мы в России были вторые, кто внедрил кассы самообслуживания, опять же, вот, после немецкой сети. Мы были вторые, те, кто... А насколько сейчас они вообще в целом популярны? Вот, если с точки зрения внедрения технологий, вот, кассы самообслуживания, что-то еще вы у себя пробуете, внедряете именно в вашем формате? Да, самосканирование, это вот, селлскан, буквально недавно запустили, скоро мы будем запускать его при помощи терминалов сбора данных. А самосканирование-то через что? Через приложение? Через приложение Копилка, у нас есть система лояльности, Копилка, и через приложение покупатель может самостоятельно просканировать и подойти на кассы самообслуживания, рассчитаться. То есть это аналог Scan&Go, получается? Да, да. Это ваша собственная разработка? Это разработка, да, нашей сети. Вот, если говорить про то, какие категории сейчас на полках, как вот этот ассортимент меняется, как вы ориентируетесь на то, чтобы, не знаю, удовлетворить как можно больше людей? То есть чтобы и семейные покупатели были довольны, чтобы те, кто там в ЗОЖ играет, тоже были довольны. Как вы с этим работаете? Ну, давайте, если касаемо ЗОЖ, вот как я вижу, как меняется потребитель. Если до, до даже прошлого года было достаточно, там, каких-то батончиков, там, заменителей сахара, ну, не знаю, слайсов там каких-то, то уже на сегодня мы выпускаем, наше собственное производство выпускает безглютеновые хлеба. Допустим, мы только нашим форматом продаем их в месяц по 12-15 тысяч штук в месяц. Ну, то есть это уже не единичные покупки, это уже, ну, другое потребление. Это полка с заменителями молока примерно такая же, как с традиционным молоком. Ну, то есть это говорит о том, что потребитель очень сильно меняет свои предпочтения. На сегодня мы уже даже рассматриваем заменители мяса. Причем я сама пробовала, есть достойный продукт в России производители. Они производят, ничем не отличишь полуфабрикаты от тех, что мы привыкли потреблять. Я думаю, что в скором времени мы с вами, как потребители, тоже столкнемся с этим. Мы вот в ближайшей реновации как раз будем уже включать эти продукты, как в замороженном, так и в охлажденном виде уже они будут представлены у нас в магазинах. А ближайшая реновация, это сейчас о чем идет речь? То есть вы будете продолжать переделывать ваши большие форматы? Планы какие-то есть в цифрах, скажем так, на ближайшее время? Да, на ближайшее время у нас стоит вот на этот год примерно 3-4 будет реновация еще закончена, если мы успеем до конца года. И в ближайшее время, вот там 2-3 года, я думаю, что все существующие суперсторы аллеи, они будут в новом дизайне. А новые магазины, ну, с нуля, планируете открывать в этом формате? Или пока нет? Если площадки будут, то, конечно, будем открывать в новом формате. А в другие регионы географического присутствия не планируете пока выходить с этим форматом? Я знаю, что вот в Тыва у вас, ну, уже сеть вышла туда с дискаунтерами, кажется? Да, дискаунтеры хорошие. Запроса пока на большой формат там нет? Или пока это рынок, который еще нужно присмотреться, понять, как там будет? Ну, пока мы присматриваемся к соседним регионам. А если еще раз так обозначить, что вот фокус на ближайшее время, то есть в чем будет? Вот реновации, технологии? Технологии, да, однозначно. Технологии – это и развитие системы лояльности, это предоставление новых услуг покупателям, это, скорее всего, расширение каких-то фрешевых категорий, это готовые еды, скорее всего, ЗОЖ, то, что вы упомянули. Очень важно на сегодняшний день свежие продукты для потребителей, тоже развиваем эту нишу. Вы упомянули вот альтернативные продукты для ЗОЖ. Это речь идет сейчас пока про федеральных производителей, или у вас там где-то уже и на местном уровне кто-то что-то в этом направлении делает? Пока на местном уровне предложений не было. Есть какие-то точечные, там, с заменителями сахара, безглютеновые, а в основном это, да, федеральные, это в основном вот московский округ, и какие-то западная часть предлагает эти продукты. А если представишь, что нас сейчас смотрят, допустим, производители чего-либо, вы какие-то продукты сейчас для себя находитесь в поиске, скажем, чего-то? Вас было что-то интересовало, кто-то мог к вам обратиться, или пока у вас всего достаточно, и вы работаете с тем, что есть? Мы открыты к контакту, я думаю, что если будут предложены какие-то продукты новые, те, которые не повторяют сегодняшние продукты на полке, то мы открыты к любым продуктам. Обращайтесь. И контакты на сайте, да, скорее всего? Да, контакты все есть на сайте. Ну, надеемся, что кому-то было полезно то, что вы рассказали, быть может, вы найдете себе новых партнеров, в том числе на этой выставке. Спасибо, что вы нашли время к нам сюда прийти. Спасибо большое.